Владимир Хацкевич, старость это болезнь. Почему человек стареет? Вообще старение это сама природа. То есть все рождается, живет и умирает. Все, что касается живой материи. И растения, и животные, и люди, и микробы. Это все единое, все живое. Что такое живое? Это там, где идет синтез белка. А вот я иногда считаю, что человек должен жить до 110-120 где-то лет, но по каким-то разным совершенно причинам он до этого возраста не доживает. Я правильно понимаю, что вы не согласны с таким мнением? Вы знаете, что длительность жизни вида человека где-то 110-120 лет. Вот максимальная. Но реально, я думаю, 95-100 лет. То есть вот, пожалуй, до этой цифры любой человек мог бы дожить в хорошем состоянии, будучи, как говорится, не в тягость, не окружающим, не себе. А каковы составляющие процесса старения? Что влияет на это? Может быть, окружающая среда? Может быть, образ жизни? Может быть, генетика? Что-то еще? Вот каковы составляющие этого процесса? Объясните. Ну, вы знаете, прежде всего, конечно, все зависит от генетики. Но от генетики, конечно, много очень зависит, но вообще-то не все. Зависит всего процентов 30. Это от генетики. Далее это окружающая среда, экология и так далее. Далее образ жизни. Крайне важно. Образ жизни это питание, как человек вообще живет, как он соблюдает биоритм, физкультура. То есть сумма факторов, которая действует на живой организм. И поэтому понятно, что если мы живем в плохих условиях, например, где низкие температуры, плохой воздух, плохая вода, некачественная пища, это все вместе нарушает, подавляет функционирование генов. Самая главная задача геронтологии – это продление активного долголетия. То есть периода, когда человек не то что сам себя обслуживает, но еще полезен для общества. Вот как раз соблюдение биоритма – это является важнейшим фактором долголетия. Все долгожители, как правило, рано ложатся и рано встают. Почему это очень важно? Дело в том, что у нас ночью образуется вот в маленькой железе, в эпифизе, она находится в центре мозга, образуется мелатонин. Этот мелатонин регулирует всю эндокринную систему. И если мы ночью, но пик выработки мелатонина с 12 часов ночи, до 3 часов утра или ночи, как хотите, да, 12 до 3, значит, и если человек в это время не спит, то мелатонин у него, ну, нарушается его выработка. И, соответственно, нарушается функционирование тех или иных органов внутренней секреции, эндокринной системы. А вообще Санкт-Петербург, как место для жизни, насколько благоприятно для людей? Потому что мы часто слышим, что вот этот город на болоте, в котором и жить-то было нельзя, а здесь мы живем. Насколько комфортен Санкт-Петербург вот с точки зрения геронтолога? Вы знаете, ведь Петербург здесь возник, и на самом деле на этом месте были поселения. Шведы жили, финны жили, и, в общем-то, ничего. То есть, как и везде, понимаете? Поэтому не так, чтобы просто тут была пустыня, тундра и появился город. Нет, конечно. Ну, конечно, условия жизни где-нибудь, так сказать, в Испании или в Италии, конечно, получше, чем в России. Ну, уж такова судьба нам жить здесь. Условия, ну, я ведь сказал, что примерно более 20 тысяч человек 90 лет и старше. 200 человек дожили до 100 лет. То есть, безусловно, климат имеет значение, но не решающе. Хорошо. Давайте теперь оставим в стороне все вопросы общества, вопросы поведения человека. Есть генетика. Да, вы говорите о том, что 30% продолжительности жизни человека – это генетика. На эту генетику можно как-то влиять. Я знаю, что у вас есть совершенно уникальная методика, которая в мире аналогов не имеет. Вот каким образом вы увеличиваете людям жизнь? Мы разработали ряд препаратов. Что это за препараты? Ну, по мере старения, штука старения – это снижение синтеза белка. В разных органах и тканях. Это понятно. Уменьшаются функции, дряхлеет организм, труднее ходить, все болит и так далее. Мы знаем, что у молодых животных хорошие органы, эндокринные органы, иммунные органы. И возникла идея, а что если выделить из этих органов телят, молодых животных, вещества, и вводить им, ну, людям, которые стареют, или там животным, которые стареют, может, это удастся задержать процесс старения. Объясните подробно, как это работает. Мы вот выделили из 30 основных органов и тканей вещества, с которыми связана основная активность в отношении синтеза белка. Это оказались маленькие белки, пептиды. Вот мы составляем белки, жиры, углеводы. Вот маленькие белки, это называется пептиды. Они состоят из аминокислот. Аминокислота — это кирпичик живого, это неживая материя. Вот аминокислота, она синтезируется, это химическое вещество, состоящий из кислорода, углерода, водорода и там еще других веществ. Так вот, несколько аминокислот, когда они соединяются, вот, одна, две, три, как только две аминокислоты соединились вместе, возникла информация, называется пептидная связь. В мире всего две информационные молекулы. Это ДНК, это матрица, это неживая молекула, ну, как, такая, знаете, как перфокактор. И пептиды. Вот две молекулы, несущие информацию. Как только пептид пересекается с каким-то кусочком ДНК, то есть с геном, начинается синтез белка. Именно соединение пептида и ДНК дает сигнал к синтезу специфического белка. А у нас несколько сот тысяч белков в организме. У нас много генов, там, 25 тысяч генов. Следовательно, пептиды, их роль, это включение, это как синтеза белка. Синтеза белка. Как старый, это как ключ в замку. Причем, каждый пептид очень точно подходит к своему гену. Там соединение специальное. То есть мы это показали, это мы сделали. То есть, я бы так сказал, эволюционная роль пептида – это регуляция активности гена. А как была разработана эта методика? Вот вы мне до начала нашей записи говорили о том, что лекарства для восстановления сетчатки глаза бы еще в советское время разрабатывали, и сейчас, в наше время, это просто бы не получилось. Да, вы знаете, еще в Советском Союзе, ну, как вы знаете, в то время, когда во время противостояния различные виды оружия разрабатывались, и в том числе разрабатывалось лазерное оружие. Оно и сейчас разрабатывается. В чем его ценность? Лазерное оружие, если попадает в глаз, пучок этого света, то он разрушает сетчатку. И лекарств нет, ноль. И поэтому мы, военно-медицинская академия, начали разработку препарата из сетчатки глаза теляк с целью хоть как-то противодействовать разрушающему действию лазерного луча или восстанавливать после поражения. И мы обратились на мясокомбинат в то время, завод медицинских препаратов мясокомбината нашего ленинградского, и было собрано в 100 тысяч глаз. 100 тысяч глаз. Глаз телят. Да, ну коров там, из них выделялась сетчатка, и уже потом оттуда экстрагировались, выделялись вещества. Но, работая дальше, мы поднимаем, что сетчатка не только из этой сетчатки. Там есть элементы и нервной ткани, и сосуды, и так далее. И поэтому мы разработали еще все время препараты из сосудов, из мозга, и так далее. И вот комплексное применение этих препаратов при введении, в случае поражения сетчатки, дает феноменальный результат. Мы единственные в мире, ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии, нигде, можем восстанавливать функцию сетчатки. За счет чего? Дело в том, что все наши органы и ткани содержат запасные или стволовые клетки, или полипатентные, или спящие, как угодно. В принципе, их можно пробудить, активировать. Так вот, пептиды и активируют именно эти резервные клетки, которые есть у любого человека. И у нас с вами тоже. И вот активация этих клеток и приводит к восстановлению, к появлению новых дифференцированных клеток, палочки-колбочки, еще помнят, наверное, из лечебника, из школы еще биологии. И восстанавливаются эти клетки, они появляются, дифференцируются, и человек начинает видеть. И вот буквально недавно у нас лечился президент Газпрома Турции, который имел заболевание пигментный ретинид. Это такое заболевание, когда клетки сетчатки перерождаются и отмирают. И прогноз слепота, написанного в всех учебниках. И он к нам обратился после 20-летних попыток получить где-то лечение в мире, в США, в Европе, везде. Эффект ноль. И постоянно шло ухудшение. А вы его вылечили за сколько? У него осталось 5% зрения всего. Он когда к нам приехал, меня спросил его отец, говорит, каковы гарантии, шансы, что ему станет лучше? Я сказал, ну, не 100%, 101%. Он был смеялся. Почему? Да потому что у нас опыт более 3000 пациентов прошло. И ни разу не было... И в этих, во всех 3000 случаях мы получили эффект положительный. Поэтому у нас есть основание, не просто заявление голословное, основание. И он у нас пролечился 10 дней, причем были сделаны все исследования до, потом шло это лечение комплексное, с шестью препаратами. И потом повторили исследования. И за 2 недели у него зрение улучшилось в 2 раза. Уже за 2 недели. А 20 лет ничего не было? 20 лет ничего не было. Шло такое ухудшение. Прошло 4 месяца, он приехал повторно. Прошел второй курс. У него еще улучшилось в 2 раза. Но дело в том, что сразу улучшить на 100% невозможно. Созревание клеток в сетчатке идет медленно. И мы можем только последний слой, долю этих клеток, которые уже почти созрели, подтолкнуть дальше. И вот у нас есть пример. Президент банка Австралии, у нас уличится уже 5 лет. Он приехал к нам почти слепой. Почти слепой, сопровождающий. Сейчас он летает сам. Он говорит, доктор, я вижу стрелки на часах. Это вообще была фантастика. И у него каждым разом зрение прибавляется, прибавляется и прибавляется. Активность клетки новая, новая, новая. И сейчас уже у него зрение вошло в нижнюю границу нормы. Послушайте, Лавер Хацкий, не могу не задать этого вопроса. Но скажите мне, а что, простой какой-то человек, обычный человек, может себе позволить у вас лечиться? Или это только президент турецкого Газпрома или президент австралийского банка может себе позволить? Вы знаете, нет, конечно. У нас лечится огромное количество людей наших, российских, советских. Вот моя мама, в частности, ей исполнилось 90 лет. У нее, кстати, поражение сетчатки. Она была моя первая пациентка. На маме поставили. Да, да, да. Когда препарат только появился, еще никаких не было разрешений, ничего. Вот я ей вводил препарат, это было 35 лет назад. Сейчас ей 90 лет, она хорошо все видит. Диабет, поражение сетчатки. Значит, сколько это стоит? Это все доступно. Доступно всем людям. Другое дело. Конечно, все препараты, и это очень, ну, гораздо дороже. Но даже какая-то часть препаратов, это посильна. У нас даже есть биологически активная добавка из этого, из препарата сетчатки, который можно применять, который стоит вообще даже доступно любому пенсионеру. Поэтому разный уровень лечения. Ну, ведь все ездят. Есть Жигули, есть Мерседес, есть Бентли. Правильно, да? Но приехать все равно, да. Все равно все это едет, понимаете? Все это едет, но разные качества езды. Поэтому также есть разные качества лечения. Есть и попроще, и посильнее, и так далее. Хорошо, вот вы говорите о том, что у вас есть разные наборы для людей с разным уровнем достатка. То есть, условно говоря, есть пептиды Бентли, есть пептиды Жигули. Но вот эти пептиды Жигули, если человек их принимает, у него тоже нет побочных? Никогда. То есть, пептиды – это элементы пищи. Вот мы съели кусочек мяса, кусочек рыбки там, да? Ну, сейчас пост мы не едим. Но даже, скажем, вот фасоль, там горох, там белок есть и пища растительная тоже есть. Вот мы съели белок. Белок в желудке, в инсперсной кишке, расщепляется на пептиды. И наши пептиды, в норме, присутствуют во всех продуктах питания, но в очень маленькой концентрации. А мы просто увеличили концентрацию в таблетке, в капсуле, во флакончике. Это увеличенная раз, может, в тысячу раз концентрация этих веществ. А в норме они у нас есть. Поэтому побочных эффектов и аллергии даже теоретически быть не может. Владимир Хаскирович, таким образом я просто прихожу в конце нашего разговора к выводу, что медицина-то уже готова жизнь продлять. Осталось только людям самим обратить на себя внимание и в обществе кое-что подправить, да? Дело в том, что повышение качества жизни и исходения здоровья необходимо четыре аспекта. Первое — соблюдение биоритма. Вот как рано ложиться, рано вставать, болезни и горе не знать, да? Второе — это правильное питание. А что вы называете правильным питанием? Правильное питание — это питание, во-первых, оно будет невредным. Например, повышенное количество жира, даже белка, сладостей — это все приводит к ускоренному разрушению организма. Поэтому умеренность питания. Все, кстати, долгожители, как правило, там нет толстых людей. Это умеренное питание, сбалансированное. Кстати, оно недорогое. Ведь все дорогие продукты, они вредны. Копчености, икра, жирная рыба, сладости, там, пирожные — это все вредно. Алкоголь, там, дорогой, недорогой, не имеет значения. Далее, хорошая вода — это очень важно. У нас плохая вода. Вы знаете, надо искать источники вот этой, вот, хорошей воды. Ну, есть у нас глубокие скважины, артезианские, гдовский горизонт и так далее. Но вот поиск воды, где найти, конечно, вот там бутылок этих не накупишься, понимаете. Вот, а вода. Дальше, физкультура. Вот в клетку что-то вошло, и в клетку должно из нее выйти. То есть метаболизм. Да. Это должно только при активности. Не спорт высоких достижений, которые... Найти, даже если платно, но найти там какие-то там немножко денег, но сделать — это собственная безопасность. И самый лучший врач — это сам себе человек врач. Поэтому никакая поликлиника, никакое государство вас не спасет. Сами должны думать, волноваться о своем здоровье. Ведь каждый волнуется что-то поесть, что-то попить. Точно так же, чтобы волноваться о своем здоровье. В первую очередь, причем. Да, в первую очередь. Да. Спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok